Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 24 апреля. Вчера я начала рассказывать, что я готовлюсь к высадке томатов в грунт. Сегодня уже благополучно какую-то часть я высадила. И вот до того, как я закончу всю эту высадку, я хочу ответить на несколько вопросов. Хотя я говорила об этом много-много раз, до сих пор приходят вопросы, какие же томаты можно высадить в первую очередь? Какие можно вот так вот высадить и не расстраиваться, что они замерзнут? Ну, конечно, я высаживаю всегда в первую очередь сибирские сорта. И вот многим хочется знать, что это за такие прекрасные, чудесные сортовые характеристики, которые позволяют высаживать в открытый грунт томаты в апреле в сибирском регионе. Вот у меня сибирский регион, Алтайский край. Что за такие чудесные сорта? Ну, ничего, конечно, особенного нет, про них многие знают, многие их выращивают. Это, конечно, вот мой традиционный демидов, который я всегда высаживаю. Настенька. Вот здесь госпожа удача. Вот есть штамбовый засолочный, хотя я ни разу его не выращивала, ну, не высаживала рано, но он тоже по характеристикам подходит. Подходит роза ветров и те самые холодостойкие, про которые я говорила. Таймыр, Аляска, Полюс, Метелица. Сюда же можно отнести спиридон, москвич, клуша. У меня одна зрительница спросила, может ли она высадить так же рано челнок. Я сама не высаживала челнок, но у него такие же характеристики, то есть толстая нога, такие листья зеленые. Сейчас я вам демидова одного выдерну, покажу. Видите, какая рассада? Ну, к сожалению, корешок немножко оборвала. Но рассада вот в такой, даже в загущенности, она не истончается, не вытягивается. И благодаря этому, и еще одно свойство, которое очень важное, ну вот вообще очень важное, это то, что они не вянут в грядках. Вот видите, сейчас у нас жара, солнце, солнцепек. Они стоят как живые. Хотя вот эти я высаживала уже, ну, часа два, наверное, назад, первые-то. Их можно оставлять в первый же день без притенения, что очень удобно. Много времени мы тратим на то, что вот, когда высаживаем в грунт, пленочкой прикрываем, это и не тканочкой какой-то, а некоторые газетами даже. Эти томаты, они солнца не боятся. У них даже не вянет лист. Видите, они как хорошо выглядят. Вот и эта же стойкость к солнцу, очень хорошее качество, когда эту рассаду люди, вот кто на базарах продает, когда ее торгуют. Он целый день стоит, он не сильно вянет, потому что у него большой запас воды в листьях. Листья такие жирные, мясистые. И когда, мол, это, вот эти как ивушки плакучие, они завянут, этот еще стоит. Первые годы, конечно, я пробовала сюда и бывшее сердце, и король гигантов, и де Барау. Ничего не подошло. Подходят только толстоногие, только с жирными листьями. Даже не обязательно те, которые я вот вам назвала. В прошлом году мне Вера Рязанова присылала такой же вот дальневосточный сорт. Топтышка, пожалуйста. Он ничем не хуже. Просто у каждого в своей области, в своем районе есть такие сорта. К сожалению, производители на пачках их не пишут. И вот когда задают вопрос, а как узнать, толстоногий он или нет, указывается ли эта информация, к сожалению, нет. Узнать можно только опытным путем, только посеять, вырастить рассаду, и тогда вы увидите, толстая у него нога или нет. Все. До свидания. Желаю всем успеха, даже при ранних посадках. Как всегда, как я уже говорила, у нас опять все огородники разделились. Кто-то приветствует ранние посадки, кто-то говорит, с ума сошли. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Наблюдайте, если кто-то еще не решается так рано высаживать, хотя бы посмотрите.